Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сейчас у нас такая ситуация, что очень сильно вырос курс доллара, и сейчас будет, наверное, целая серия видео, которая посвящена данному вопросу. В этой связи, когда мы говорим о развитии инвесторского мышления, я хотел бы вам показать какие-то определенные неочевидные вещи, которые можно использовать в качестве того, чтобы сохранить свой капитал, приумножить его, используя эти моменты. То есть, каким образом, на что ориентируясь, можно сохранить капитал и непосредственно его приумножить. И здесь, в том числе, хотелось бы поговорить о последствиях первого, второго, третьего порядка, которых, как говорится, я всегда люблю думать и размышлять. И как лично я смотрю на эти вопросы, связанные с тем, чтобы высокий курс доллара – это, соответственно, возможный разгон инфляции, более высокий уровень инфляции – это обесценивание денег, заработные платы пропорционально не растут, и поэтому смотрите обязательно данное видео до конца, чтобы понимать, как я смотрю на эти вещи, какие есть еще дополнительные неочевидные вещи, которые позволяют как раз-таки приумножить свои денежные средства. Смотрите, одним из последствий высокого доллара, то есть, если посмотреть основные комментарии наших монетарных властей, финансового блока правительства России, то речь идет о том, что у нас идет, так называемый, снижение профицита торгового баланса. Звучит сложно. Что это значит непростым языком? Это значит, что мы продаем свои товары, которые произведены в России за рубли, мы продаем во внешний контур, то есть, раньше мы продавали абсолютно всем, сейчас, соответственно, недружественные страны ограничили возможность продажи по-разному, что-то вообще запретили продавать, что-то ограничили цены на продажу, там нефть, нефтепродукты. Газпром тоже стал меньше поставлять газа в Европу, да, то есть, переориентируется поставки логистика на дружественные страны. И что фактически получается? Получается, что размер долларов, которые мы получаем внутри России, он уменьшился. Ну, количество долларов, количество товаров, которые мы продаем и долларов, которые за это получаем, оно уменьшилось. То есть, самих долларов стало меньше. С другой стороны, вырос импорт, да, то есть, компания, которая занимается импортом, переориентировали логистические цепочки, соответственно, импортеры начинают покупать валюту для того, чтобы валютой рассчитаться за иностранные товары, которые экспортируются внутри России, и, соответственно, вот этот вот баланс рвется, да, то есть, у нас долларов меньше, продажи долларов меньше, потому что экспортерам разрешено не возвращать валютную выручку в Россию, а импортеры, соответственно, покупают. Импортеры покупают с 14 августа, по-моему, у нас, получается, правительство должно возобновить покупки валюты. У нас отпускной сезон, да, люди, там, может быть, в меньшем количестве, но все же едут за границу, и тоже спрос на валюту растет, и поэтому получается, что у нас начинает рваться. С другой стороны, это достаточно позитивно высокий курс доллара, позитивно для правительства, да, для наполнения бюджета, потому что мы, получается, нефти продаем больше, если курс будет больше, то рублей мы будем, соответственно, в бюджет получать больше. И вот здесь вот кроется основная суть, да, потому что, если вы будете бесконтрольно позволять рублю ослабеть, а доллару укрепляться, то импортные товары начнут расти в цене. Сейчас еще в настоящий момент, по сути, в импортных товарах не отразился вот этот валютный курс, да, там, 90-95 рублей за доллар. Он в ценных импортных товаров еще не отразился. Он отразится где-то через 3-4 месяца, потому что сейчас импортеры еще продают товары, которые были куплены по более низкому курсу. Товаров было куплено очень много, потому что курс был низкий, да, и, соответственно, вот эти вот складские запасы пока что еще распродаются. И инфляция еще, изменение цены, связанное с валютной переоценкой, в товарах еще не произведено. И, соответственно, мы это увидим ближе к осени. Это вот первая история. Поэтому здесь речь идет, что нужно соблюсти баланс между тем, какой курс рубля наиболее комфортный находится, где-то в районе 80-85, скорее всего, мы туда придем, да, то есть инструменты для этого есть. Но инфляция, соответственно, будет сказываться. Это вот первое, да, первый блок, который открывает большое число видео, которое мы записываем в настоящий момент, чтобы было понимание, что же такое происходит, да, то есть почему это приведет к инфляции. Теперь в этом видео, да, то есть некий такой неочевидный способ, который пришел мне на ум относительно недавно, вызван он тем, что у меня есть, да, то есть я не идеальный, у меня есть вредная привычка, я курю сигары, да, то есть и там камин-аут, да, такой публичный, да, чтобы люди знали, что не все идеально. И что лично я вижу, да, то есть какие у меня мысли по этому поводу возникают? Правительству играться с валютным курсом, ну, достаточно рискованно, да, то есть вы можете наполнить бюджетом. Бюджет, позволив курсу доллара укрепиться, но это в свою очередь приводит к высокой инфляции. Высокая инфляция приводит к тому, что ЦБ, управляя этой инфляцией, начинает повышать процентную ставку. Деньги в экономике становятся более дорогими. Покупательская активность уменьшается, инвестиционная активность уменьшается, производственная деятельность уменьшается, потому что просто деньги становятся дорогими. Поэтому вы не можете безгранично укреплять и получать доход исключительно за счет нефтегазовых доходов, экспортных доходов, за счет того, что продаются товары за рубежом в рублях дороже. То есть это разгоняет инфляцию, поэтому вы должны соблюсти баланс. И тогда возникает вопрос, а как правительству, как государству в этом случае наполнять бюджет, да, то есть какова доходная часть? Первая, понятная доходная часть, это экспортеры, которые платят налоги от рублевой цены барреля нефти. Это вот первая история. Вторая, немаловажная составляющая доходной части бюджета, это налоги. Налоги физических лиц, налоги юридических лиц. Мы видели уже историю с НДС, повышение с 18 до 20%. Мы видим повышение, каким образом у нас повышаются налоги на имущество физических лиц. Мы видим, что происходит с транспортным налогом, связанным с тем, что говорили, что транспортный налог отменят, заложат его исключительно в цену на бензин, в итоге заложили в цену на бензин, транспортный налог оставили. Посмотрите, что происходит с акцизами. С акцизами на алкоголь, на табачную продукцию. Что это такое? Это вещи, от которых население вряд ли откажется. И вы можете повышать акциз. Посмотрите, опять же, обязательная маркировка данной продукции, жесткий контроль товара, которые подвергаются акцизу. И что мы в этом случае понимаем? Что государство все равно будет повышать акциз. Если брать мировые цены, например, на алкоголь, на табачные изделия, то в этом случае мы знаем и видим, что разница между внутрироссийскими ценами и ценами за рубежом гораздо более высокая. Почему? Потому что налоги за рубежом больше на это берутся, акцизы больше берутся и возные пошлины больше. Как это использовать физическим лицам? У меня есть коллега, я сам непосредственно этим занимаюсь. Когда вы покупаете, например, элитный алкоголь, когда вы покупаете зарубежные какие-то сигары, вы получаете, что называется, двойной профит. Потому что, во-первых, они торгуются в долларах. То есть, если вы вкладываете в доллары, то в этом случае, за счет валютной составляющей, цена сохраняется. Это первое. То есть, вы получаете некий такой, если курс доллара будет высокий, то цены вырастут. Посмотрите, опять-таки, цены, которые мы наблюдаем. Второе. Ограничения, которые есть. Логистические ограничения относятся к предметам роскоши. Опять-таки, западные страны ограничили поставку какого-то элитного алкоголя внутри России. Третья история. Связанная с акцизами. То есть, если государство будет задумываться над тем, как увеличить доходную часть бюджета, а расходная часть сейчас очень большая на проведении спецоперации, то в этом случае неизбежно повышение акцизов, что на алкогольную продукцию, что на табачную продукцию. И в этом случае, если вы, соответственно, это покупаете в инвестиционных целях, то в этом случае нужно понимать, что как минимум на уровень инфляции цены будут расти. У вас есть валютная составляющая. Со временем это тоже является одним из предметов. И большое заблуждение, что люди считают, что в этом нужно разбираться, в этом нужно вариться, но здесь, соответственно, много достаточно ресурсов, на которые сейчас можно посмотреть, которые можно изучить. И я не говорю, что всем нужно пойти и кинуться в эту историю. Но для себя лично я рассматриваю данные объекты, в том числе в инвестиционной плоскости, потому что составляющие дохода, я вам описал, валютная составляющая, акциза, цена, соответственно, непосредственно растет. И здесь вопрос просто нахождения в определенном сообществе. Но с оговоркой, большой оговоркой, что здесь нужно иметь силу воли, чтобы если сигар, то их не выкурить, и алкоголь его не выпить. Если на цифрах приводить пример, 7 августа 2009 года, то есть это был день свадьбы, недавно, соответственно, праздновали 14 лет, на свадьбе, соответственно, я выкурил первую сигару, которая тогда стоила 220 рублей. То есть сейчас такая сигара на Кубе, без доставки на территорию России, без акцизов, которые имеются, на Кубе в евро она стоит 1470 рублей. То есть практически в 7 раз составил рост цены с 2009 года. Здесь можно, скажем так, поспорить и с российским фондовым рынком, здесь можно поспорить с недвижимостью, потому что, опять-таки, акциз, валютная переоценка, непосредственно все это закладывается в цене. Если говорить, опять же, посмотрите Евгений Чичеваркин, который, соответственно, после того, как он продал бизнес в России и приехал в Лондон, то есть чем он непосредственно начал заниматься. То есть у него есть магазин, который занимается торговлей алкоголем, то есть есть более элитные какие-то сорта, есть менее элитные сорта. И здесь возникает вопрос, связанный с тем, что даже по его собственным словам, магазин вышел на рентабельность, на окупаемость через 3-5 лет. То есть нужно понимать, что те запасы, которые были куплены, то есть какую-то такую значительную часть прибыли, которая бы позволила компенсировать затраты на открытие магазина в центре офиса, не самая дешевая арендная стоимость. То есть персонал специализированный, дорогостоящий, который там есть. Условия хранения, в которые переоборудуется этот магазин, чтобы соблюсти условия хранения. Затраты, в принципе, сами по себе достаточно большие, но уже через 3-5 лет это вышло на окупаемость. Причем уникальность России заключается в том, что именно в настоящий момент коллеги, с которыми я общаюсь, говорят о том, что в России присутствуют какие-то позиции, которые во всем мире уже отсутствуют, их практически невозможно купить. Это какие-то коллекционные вещи. И, в принципе, вопросов даже с вывозом данной истории как средства транспортировки капитала, ну, в принципе, как таковых нет, которые осуществляются. То есть это не предметы искусства и прочее. А где вы гоните покупать? В России или за рубежом? Если мы это прямо на поток ставим и специализируемся, то здесь нужно смотреть по всему миру, вплоть до того, чтобы покупать у производителей. Если мы говорим для простых людей, то, в принципе, там порог входа, он не такой большой. Но, опять-таки, нужно понимать, что нужно соблюсти еще условия хранения. Опять тот же самый винный шкаф, химидор какой-то специализированный для хранения, потому что это тоже требует определенных требований соблюдения и хранения. В России сейчас по-прежнему это интересно. То есть надо искать отдельные бутики. Их на самом деле достаточно много. То есть еще раз у меня коллега, бывший в Воронеже, то есть он год назад начал заниматься, и отдельные позиции выросли там от 30 до 100% буквально за год. Друзья, данное видео было посвящено возможным рискам того, что доллар у нас достаточно высокий. Бюджет государственный пополняется за счет каких основных источников он пополняется, за счет нефтегазовых доходов, доходов от экспортеров. И второе, что бюджет непосредственно нужно пополнять. И здесь мы поговорили о том, каким образом вот эту историю, связанную с акцизом, который неизбежно будет повышаться, продукция импортная, в цену которой еще не заложено увеличение доллара, то даже сейчас это можно непосредственно использовать. На перспективе 3-4 месяцев может произойти так, что просто поставщики того же самого алкоголя, они просто перепишут цены. То есть в Москве это уже прямо сейчас происходит, в регионах такого еще нет. Но опять-таки нужно понимать, что каким образом вы в дальнейшем это еще сбывать будете. То есть здесь тоже, чтобы в рамках правового поля находиться. И в следующем видео мы обязательно поговорим про компании-экспортеры. Но сейчас то, что можно сделать в настоящий момент. Во-первых, попробовать разобраться в этой теме. Во-вторых, помимо всего прочего, друзья, вы можете сейчас присоединиться к проекту «Миллион долларов за 8 долларов в день», где как раз в настоящий момент для своих собственных детей я совершаю активные действия ежемесячно для того, чтобы использовать вот эту вот возможность, связанную с укреплением доллара, чтобы на этом заработать лично для моих детей и капитал в размере 1 миллион долларов, чтобы дать им лучшее мировое образование, обеспечить гарантированный базовый доход. Как присоединиться к данному проекту, вы можете более подробно узнать на ссылке внизу под этим видео. Проходите, забирайте. Рад буду вам помогать, точно так же, как помогаю своим собственным детям. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова